Друзья, я приветствую вас, сегодня поговорим про экстеншены для Visual Studio, в частности расскажу про те, которые использую я, возможно они будут полезны и вам. Надо сказать, что я использую экстеншены не только Visual Studio, но и Visual Studio Code, и если вам интересно узнать про те, которые я использую, пишите в комментариях, я тоже про них сделаю видео. Итак, переключаемся в Visual Studio, перед тем как переключиться, напоминаю, что подписаться, канал, уведомления, ну в общем вы сами все знаете, поехали. Друзья, для начала нужно сказать, чем больше у вас установлены экстеншенов, тем естественно работает медленнее Visual Studio, потому что все эти экстеншены нужно переворачивать, проворачивать, обрабатывать и все такое. То есть все хорошо в меру, понятно, что экстеншену розни можно поставить очень полезные, а можно поставить такие, что они просто свернут систему, собственно говоря, производительность на ноль, и поэтому нужно очень аккуратно к этому подходить. В одно время я ставил достаточно много экстеншенов, но потом пришел к выводу, что это не совсем то, чего я хотел. Итак, давайте по порядку. Я, смотрите, открыл две Visual Studio в одной мой блок исходники, в другой, собственно говоря, буду показывать экстеншены, которые у меня установлены, и постепенно буду немножко про них показывать, если такая возможность и необходимость возникнет. Итак, LifeShare 2022 это, собственно говоря, то, что устанавливается по умолчанию, теоретически мы можем откатить или удалить, но удалить на самом деле не так просто, как нужно покажется, но это часть Visual Studio, про него забываем. Rainbow Braces, ну то есть это радужные скобки. Давайте переключусь в другую Visual Studio, покажу, ну например, ну вот у меня есть категория Get Paged, это в моем блоге. Ну и, собственно говоря, вы наверняка вот видите, что есть радужные такие соответствующие начало и концу скобки, которые на самом деле очень удобно, особенно если большое вложение использовать. Тут на самом деле показывать-то по большому источету нечего, но тем не менее вот такая штука есть. Дальше, Mermaid Editor for Visual Studio это штука, которая на самом деле полезна. Где-то статью я писал про так называемый Mermaid Markdown, то есть когда вы в редакторе текстовом рисуете... Давайте покажу, чтобы уж прям совсем не быть голословным. Это когда вы прямо в текстовом редакторе рисуете какие-то определенные схемы и они превращаются вот из текста прямо в картинку. Сейчас я найду, где это было-то. Наверное, это было вот здесь. Ой. На самом деле достаточно полезная штука, особенно вот, особенно если вы каким-то образом как-то кому-то что-то хотите объяснить или, допустим, положить это в Git, в GitHub, например, то положив вот такую схему, на выходе вы получите вот такую штуку и это на самом деле работает Visual Studio, вот для этого этот экстеншен и нужен. Дальше, следующее это Single Project MSX Project. Ну, в общем, на самом деле это для изготовления, расширения для Visual Studio. Я его по большому счету не использую, просто один раз попробовал, поэтому надо его удалить. ZAMARINE Android SDK. Эта штука установилась вместе с установкой MyUI. Я в одно время пытался... Ну, вернее, пытался найти время, чтобы запустить какой-нибудь проект, поработать, но вот пока не получилось, тем не менее, такая есть. ML.NET, Model Binder. Ну, на самом деле, если вы знаете, что такое Machine Learning, то вот Microsoft предоставляет вот такой вот Model Binder, который позволяет рассчитать вашу модель, по которой можно будет потом делать, собственно говоря, какие-то моделирования. И это можно поставить, можно удалить. Я одно время пользовался, потом что-то нет, но, в общем, пришло время что-то почистить, и это, наверное, видимо, будет один из них. Ну, для следующей задачи. ZAM Coding. Ну, на самом деле, это тоже полезная штука. Давайте я прям покажу, как она работает. Это больше связано с UI. Давайте какую-нибудь страничку найдем. Вот у меня есть странички. Ну, допустим, что у меня тут есть такое? Ну, вот, допустим, и индекс, главная страничка. Тут, на самом деле, все просто, и когда вы пишете, например, div, нажимаете табуляцию, вот эта штука превращается вот в такой быстротекст, если хотите. Я буду его тоже так называть. Более того, если вы напишете div, допустим, точка, ну, call-1, нажмете табуляцию, то call автоматически поставится вот в такой вот класс, и это, собственно говоря, будет работать. Больше того, если вы напишете div, точка, допустим, call, пусть будет 1, а дальше напишите вот такую штуку, напишите ли, и умножите это на 6 раз, нажмете табуляцию, то вот такая вот штука. То есть, понимая, вот, как это работает, этот самый Zen-кодинг, можно достаточно быстро, ну, создать какой-то HTML, я думаю, что это удобно. Он достаточно хорошо описан, я не буду вдаваться в подробность, просто имейте в виду, что Visual Studio такая штука поддерживает. Дальше, Web Live Preview. Ну, на самом деле, это тоже постоянный Microsoft. Это работает внутри, на ASP.NET страницах, то есть в проектах, и она автоматически обновляется, поэтому я тоже не буду на ней останавливаться. Ну, Web Live Preview, вы, наверное, знаете, особенно для разработки, полезная штука. SQL Data Tools. Ну, на самом деле, здесь такие полезные вещи, как работа из базы данных, там есть некоторое количество дебаггеров, на самом деле, вот здесь вот тоже, опять же, все достаточно хорошо описано, не буду вдаваться в подробности. И, так, вот, что-то какое-то другое, это, допси, ехать, или директ, ну, а куда-то. Так, давайте заговорим. Не знаю, на самом деле, тоже, наверное, видимо, ну, ставится с Microsoft, там, тупо умолчание, но, видимо, какие-то штуки, когда вы работаете с SQL Data, я, честно говоря, не знаю, чтобы я это пользовал. Давайте переключимся на более полезный, и следующее называется Clean Bean and Opts. Ну, вы знаете, для того, чтобы, допустим, очистить систему, нужно, ну, давайте вот так вот, я, допустим, возьму один какой-нибудь проект, и вы знаете, что здесь создаются вот эти две... Вау! Вот эти вот две папки, собственно говоря, вот я наделал гадости, но я могу сделать вот таким вот способом, сказать, Clean and Bean, и они, собственно, будут удалены и перерендерены, если хотите, перегенерированы. Полезная штука. Надо сказать, что этот утилита помогает это делать не только, собственно говоря, в одном проекте, но и, как говорится, во всем Солюшене, особенно если у вас там их десятка, два, три, пять десятков, то удаление, вот это будет, на самом деле, очень быстро, и это очень удобно, и я достаточно часто пользуюсь этой штукой, вам настоятельно рекомендую. Microsoft Library Manager – это то, что ставится с Visual Studio, это управление библиотеками JS на проектах SP.NET Core, ну, хотя в том числе и на других, но неважно. Короче, это те клиентские библиотеки JS, которые ставятся в проекты .NET Core, там, MVC, ну, и, собственно говоря, это Razer Page и все остальное. Open Explorer – это полезная штука, которая позволяет файл открыть непосредственно в Explorer, ну, в общем-то, это тоже полезно на самом деле. Не буду задавать подробностей, на файле нажимаете правой кнопкой, она открывается в Explorer, и очень удобно. Рестарт Visual Studio я достаточно часто им пользуюсь, ну, так как иногда студия имеет место зависать, вот, один для перезапуска Visual Studio, а второй для перезапуска с правами администратора, в общем, просто выключается Visual Studio, и тот же самый проект загружается уже с другими, ну, в смысле, загружается с администратором или, собственно говоря, без. Ну, вот, еще один, на самом деле, очень полезный SubWord Navigation, так называемый, Pattern, который я вообще, собственно говоря, без него мне очень трудно писать код, ну, если показывать, как он работает, вот сейчас, смотрите, я нажал Ctrl, нажимая стрелку влево, у меня перепрыгнуло на SubWord, то есть на одно слово в названии класса. Нажимая еще раз, еще на одно, нажимая еще раз, еще на одно, очень удобно, но это еще не все. Когда я нажимаю, собственно говоря, Alt, Shift, ну, смотрите, когда я нажимаю Ctrl, Shift, у меня слова эти выделяются в одну сторону, в другую сторону, это тоже удобно, а когда я нажимаю Alt, Shift, у меня слова целиком удаляются, то есть я могу влево-вправо через Alt, Shift удалить ненужный мне компонент, например, Consolation удалить, а написать не Consolation. Очень удобная штука, я очень давно и часто ее использую, и аналоги ищу, собственно говоря, и в других IDE, например, в Ribery она в каком-то образе реализована, ну, мне кажется, прям полезная штука. Дальше, Add New File, вы часто спрашиваете, как так добавляется файл, вот этот плагин, называется Add New File, как он работает, на самом деле тоже очень просто, я выбираю папку, ну, например, вот у меня есть папка, а вот корень, пусть будет папка, нажимаем, Shift F2, ну, и мне просто, здесь можно добавить нужное количество файлов, прям через запятую, и даже можно сразу, чтобы были созданы папки, например, www.slash, допустим, txt.txt.txt.txt, допустим, www.slash v1.txt2.txt, ну и так далее. Я нажимаю Enter, ну, и вот у меня, ой, не двоеточие, запятую нужно нажимать. Давайте еще раз, я время от времени промахиваюсь. Еще раз Shift F2, www, слэш это будет папка, текст текст, это первый файл, запятая, в www, запятая, в 1, ну, то есть в папке будет создана другая папка и текст 2.текст enter, ну, и вот как, собственно говоря, так я и хотел. То есть, в www папка, в ней еще папка, здесь текст 1, текст 2 очень удобно, особенно, когда вы создаете файлы, ну, как смежные, да, там, CS и CSHTML. Полезный плагин, то, что настоятельно рекомендуем пользоваться. Word Highlight with Margin, то есть, штука подсвечивает, давайте покажу, как это работает, на самом деле. Ну, посмотрите, вот у меня есть Unit of Work, и вот он подсветился вот здесь, вот здесь и вот здесь. Еще можно сказать, что оно и само по себе подсвечивается, Visual Studio успешно и любезно это делает, но плюсы вот этого самого плагина, что он подсвечивает не только здесь, но и в комментариях. Допустим, у вас есть какой-то код закомментированный, и вы переписываете какой-то функционал, и в комментариях вот Visual Studio, к сожалению, не ищет, а здесь вот, например, Localization, NBC, есть, вот тут Netcore, Microsoft, тоже нет подобных. Ну, если я, допустим, сделаю вот таким вот способом, и вот сюда напишу, допустим, вот эту штуку, то вот этот вот плагин, видите, он подсвечивает и в комментариях это, ну и более того, активно он показывает голубым, ну, в хорошем смысле, да, а остальные все инстанции подсвечивает, ну и более того, это, естественно, вот настраивается, у меня здесь настройка стоит, каким способом подсвечивать, ну и там дополнительно разные, собственно говоря, настройки. Ну, и надо заметить, что вот у меня есть категория, вот у меня есть текст, у меня есть идентификатор, то есть она не привязана к типу, а непосредственно ищется вхождение строки в строку, ну и я думаю, что это тоже полезная очень штука, особенно когда, ну, а, вот еще что самое главное, вот эти вот все вхождения, они вот здесь вот отображаются в нужном мне оранжевом цвете, то есть я их вряд ли перепутаю, тоже полезно я с вами поделился. Ну, есть еще один плагин, который называется Open in Visual Studio Code, то есть я выбираю файл какой-то, открываю Visual Studio Code, тут как бы все понятно, иногда бывает, ну, надо сказать, что Visual Studio не очень корректно работает иногда с энкодингом, то есть с кодированием страницы, а вот Visual Studio Code позволяет быстро перекинуть, и так иногда, когда коммитишь что-нибудь в гид, она говорит, что не совпадает, открываешь Visual Studio Code, быстренько сохраняешь другой сладкий, ну, в общем, такой вот вариант полезный. Code Alignment, на самом деле тоже очень полезный флаг, плагин, я достаточно часто в определенных моментах его использую, ну, давайте прям покажу, как это работает, так, ну, вот, если здесь ничего не сохранять, то, ну, вот, смотрите, у меня есть категория ViewModel, который, по большому счету, наполняется из другого, ну, из запроса, то есть и через лямбду выражение, то есть вот, один, два, три, четыре, и на самом деле, вот этот вот равно, ну, давайте покажу, как плагин отработает, отработает он вот так вот, то есть, мне это и видно удобно, и более того, если мне нужно что-то там подменить, или, допустим, я могу что-то там дописать, ну, то есть, вот таким вот способом расставить эти штуки в определенном порядке, в последовательности, когда я нажму Ctrl-K, и Ctrl-D, все вернется на круги своя, но, тем не менее, для редактирования, вот я считаю, что это полезная штука, более того, можно настроить, ну, допустим, вот здесь, я могу нажать эту кнопку, ничего не сработает, но я могу выбрать и другие варианты, вот, например, двоеточие, и это выстроится вот таким вот способом, но и есть другие способы отображения, тут просто нужно вам поизучать, и, собственно говоря, через точку, давайте вот, вот Ctrl-D я сейчас отсортирую, и можно, допустим, через точку отсортировать, но здесь сейчас пока не по чему не сортировать, в общем, настраивается эта фигня, на самом деле, неплохо, и в некоторых случаях это сильно много упрощает именно жизнь разработчиков, которые вот такие вот манипуляции делают. Дальше, следующий экстеншн называется File Icons, ну, в общем-то, ничего хорошего не делает, кроме того, что делает красивые иконки для Solution Explorer, ну, вот, не знаю, видите вы или нет, здесь по большому счету это и смотреть нечего, ну, наверное, вот здесь вот, вот, оу, ну, вот, наверное, видно, что JS, здесь это, что картинка, здесь вот, что это CSS файл, ну, вот, как-то вот так, хотя в последних версиях там уже и этот плагин не нужен, просто тащу его за собой, и все. Ну, и, собственно, есть еще специальный плагин, который Microsoft опять же подставила, это для реализации нукет-пакетов, там специальным образом он формируется, ну, и нукет-пакет-менеджер UI, который там, ну, тоже красиво позволяет более удобно, ну, то есть не в текстовом, не в командном строке, а управлять нукет-пакетами, а так как более красиво, и он ставится в Visual Studio, на него, в общем-то, я не обращаю внимания. Ну, естественно, я использую ReSharper, вы наверняка это видели много раз на видео, этот удобный, продуктивный, удобный инструмент для продуктивной деятельности разработчика, он сильно-сильно упрощает и сокращает количество рутины, поэтому я его использую, в общем-то, вот так. Ну, как вы видите, на самом деле, не такое уж большое количество плагинов я использую, более того, некоторые плагины, ну, давайте тоже покажу, есть разные плагины, которые я использую время от времени, вот, например, вот, ReSX, ресурсный менеджер, очень удобно для разных, собственно говоря, локализаций, можно посмотреть в одной таблице и автоматически там сделать перевод одного и того же слова, ну, как прям в одной таблице, переходя от одной колонки к другому, очень удобно. Вот, есть еще полезная штука, так, сейчас, секунду, я его достаточно тоже часто использую, так, у меня что-то не моргает, не мотается, вот, так, наверное, вот здесь, так, ну, вот, да, Postgres Integration, тоже, на самом деле, полезная штука, в зависимости от того, какие проекты под рукой, иногда тоже я вам ставлю, или нет, просто домашний сайт, блок, он на MS SQL, он мне не требуется, и на домашнем компьютере этой экстеншена, в общем-то, мне поэтому нет. Ну, и еще хотел спросить, вот, достаточно часто вы спрашиваете, используя ли вот этот Productivity Tools, который здесь ставит большое количество плагинов, в общем, друзья, там на самом деле их столько, и они не все нужны, не всегда, более того, этот Matt Crinstensen, который, собственно, большое количество плагинов, экстеншенов сделал, он услышал пользователей, и разбил это каждый на конкретный экстеншен, то есть их можно ставить один целиком, а можно, в общем-то, поставить по одному, и вот я использую одиночную версию, чтобы не тянуть за собой всякую, всякую всякость. Вот, на этом давайте я буду заканчивать, и так, что-то долго получилось, вам всего доброго, если вам видео понравилось, поставьте лайк, и отпишите в комментариях, нужно ли сделать подобное для Visual Studio Code, там тоже есть некоторое количество экстеншенов, и вам всего хорошего, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,